Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о том, что такое электрическое напряжение. С напряжением связаны такие родственные понятия, как электродвижущая сила, потенциал и разность потенциалов. И все эти термины нужно употреблять по месту и правильно. А начнем мы с такого простого опыта. Мы собрали цепь, состоящую из батарейки, лампочки и амперметра, который будет измерять силу тока. Замыкаем цепь. Лампочка загорелась, а амперметр показывает силу тока в 0,6 А. Это означает, что по цепи каждую секунду протекает заряд, равный 0,6 кулона. Если считать, что по цепи текут положительные заряды, то они движутся от плюсов батарейки, через амперметр, лампочку, к минусу батарейки, дальше проходят внутри батарейки и снова движутся по этому кругу. И направление тока в цепи совпадает с направлением движения положительных зарядов. Но на самом деле мы знаем, что по цепи движутся отрицательно заряженные электроны и движутся они в противоположном направлении, обходя через лампочку, амперметр, возвращаясь к батарейке. Но направление тока в цепи остается при этом тем же самым. Лампочка горит, и это означает, что она потребляет электрическую энергию. А источником энергии в этой цепи очевидно является батарейка. Это означает, что каждый заряд, проходя через батарейку, приобретает некоторую энергию, а затем отдает эту энергию в лампочке. И так происходит раз за разом. Ну и очевидно, что энергия, выделяющаяся в лампочке, пропорциональна величине протекшего через нее заряда. И падением напряжения на лампочке называется та энергия, которую отдает этой лампочке, прошедший через нее единичный заряд. И теперь осталось только записать в виде формул то, что я уже проговорил. Ну, во-первых, падение напряжения на лампочке равно отношению энергии, выделившейся в ней, к электрическому заряду, протекшему через лампочку. И эту формулу можно переписать еще в другом удобном виде. Выделившаяся в лампочке энергия равна произведению заряда на напряжение. Ну, а если мы возьмем энергию, которая выделилась в лампочке, за единицу времени, это будет мощность, то при этом заряд, который протек за ту же единицу времени, равен силе тока. И мы получаем еще одну формулу. Напряжение равно отношению мощности к силе тока в цепи. Соответственно, мощность, выделившаяся в лампочке, равна произведению силы тока на падение напряжения на лампочке. И вот, амперметр включен последовательно с лампочкой, а вольтметр подключен параллельно. Замыкаем цепь, и по цепи протекает ток шесть десятых ампера, а вольтметр показывает 3,4 вольта. Это и есть падение напряжения на лампочке. А если мы перемножим шесть десятых ампера на три целых четыре десятых вольта, то мы получим мощность, выделяемую в лампочке, это примерно 2 ватта. А сейчас я разобрал цепь и подключаю вольтметр непосредственно к батарейке. И он показывает не 3,4 вольта, а 4,4 на целый вольт больше. И спрашивается, откуда же взялся этот дополнительный вольт? Или лучше сказать, куда он исчезал в цепи, в которую была включена лампочка. А дело в том, что когда я подключил вольтметр непосредственно к батарейке, ток по цепи вообще не протекал, потому что сопротивление вольтметра очень велико и специально таким делается. И в этом случае вольтметр показывал нам электродвижущую силу батарейки, то есть ту энергию, которую она может в принципе сообщить одному кулону электрического заряда. И мы знаем, что эта энергия в нашей ситуации равна 4,4 джоуля. А когда мы включаем в цепь лампочку, то заряд, получивший эту энергию от батарейки, отдает 3,4 джоуля в лампочке и еще один джоуль отдает внутри самой батарейки. И поэтому можем говорить о том, что у батарейки есть внутреннее сопротивление. И надо подчеркнуть, что от внутреннего сопротивления батарейки мы никак не можем избавиться. Оно в нее как бы встроено в саму ее конструкцию. А теперь я собрал цепь посложнее. Вот здесь включена лампа, последовательно с ней включен блок из двух параллельно соединенных лампочек, и напряжение на них измеряется на первой лампе вот этим вольтметром, на этих двух лампах вот этим вольтметром, а третий вольтметр измеряет напряжение на всем этом участке цепи. Включаю источник и мы видим, что на первой лампе падает напряжение чуть меньше двух вольт, на двух параллельно соединенных лампочках чуть больше четырех вольт, а полное падение напряжения на этом участке цепи равно ровно шести вольтом. То есть как раз в сумме падения напряжения на каждом из отдельных участков. А теперь давайте рассмотрим такую цепь, которая состоит из трех последовательно соединенных сопротивлений. И пусть на эту цепь подано напряжение от источника 15 вольт. Так что на первом сопротивлении падает 3 вольта, на втором 7 вольт и на третьем 5 вольт. В сумме 15 вольт напряжения источника. И теперь давайте поговорим о таком понятии как потенциал и разность потенциалов. Потенциальную энергию можно отсчитывать от любого уровня. Любой уровень можно принять за нулевой. Ну и можно принять за нулевой уровень энергии любую точку этой цепи. Например, можно принять за ноль вот эту точку. И тогда говорят, что ее потенциал равен нулю. Тогда потенциал этой точки на 3 вольта больше, то есть плюс 3 вольта. Этой точке плюс 10 вольт. Этой точке плюс 15 вольт. Но конечно мы могли принять за ноль потенциал, например, вот этой точки. Тогда потенциал этой точки будет равен минус 3 вольтам. Этой плюс 7 вольт. Этой плюс 12 вольт. И обычно все-таки за ноль потенциала принимают потенциал минуса источника. А теперь имеет смысл поговорить о единицах измерения напряжения. По определению напряжения 1 вольт это 1 джоуль на 1 кулон. И это означает, что если мы подадим на резистор напряжение 1 вольт, то при прохождении одного кулона электрического заряда в этом резисторе выделяется 1 джоуль энергии, которая превращается в тепло. Но электротехники имеют дело не с зарядами, а с токами. И поэтому для них более естественным выглядит вот такое определение 1 вольта. Это 1 ватт на 1 ампер. И это означает, что если мы подадим напряжение в 1 вольт на резистор, и при этом через него протекает ток в 1 ампер, то на нем выделяется мощность 1 ватт. И эта единица названа в честь Александра Вольте, одного из основоположников учения об электричестве. А теперь я хочу показать вам несколько разных школьных источников питания, которыми мы пользуемся в нашей работе. Эта батарейка, как вы уже знаете, выдает напряжение 4,5 вольта. Этот источник питания выдает напряжение до 30 вольт и ток до 5 ампер. А вот этот высоковольтный источник выдает напряжение до 30 киловольт. Я его включаю и между электродами нам на радость зажигается искровой разряд. Ну, а вот этот источник питания в каком-то смысле самый интересный из всех. Он выдает напряжение всего лишь до 3 вольт, меньше чем батарейка, но ток зато достигает 100 ампер. И я хочу спросить вас, как вы думаете, для чего может пригодиться такой источник питания? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.